Всем привет дорогие друзья! С вами МВИДЕЙ-21 и речь в нашем сегодняшнем видео пройдет про советский тяж пятого уровня КВ-1. Уже все вроде бы про него сказались, что можно было другие ребята, но однако. Раз уж многие игроки просят, потому как если вы мои достижения вдруг случайно откроете, то там на первом месте полторы тысячи с лишним боев на КВ-1. Некоторые спрашивают, как же так, почему нет до сих пор видео, раз такой супер-супер танк. Раз столько много боев. Но друзья, сегодня я возможно как старпер буду делать это видео для вас. И дело в том, что сегодня КВ-1 это совсем не тот фрукт, который был совсем недавно, совсем чуть-чуть времени назад в каких-то там предыдущих патчах. Дело в том, что раньше не существовало разделения КВ-1 и КВ-2. Был один единый неделимый КВ и выглядел он вот так. Можно было поставить на него две пушки на выбор. Это прекрасная сказка. 107-мм ЗИС-6. Разовый урон. 300 пробития. 167. Это на пятом-то уровне. Именно с ней я проехал все полторы тысячи боев. Либо поставить гаубицу М-10. Это просто артиллерия, а не танк. Вот вы видите, как она выглядит. Дуда, бревномет, как только ее не называли. Много шуток было, связанных с КВ. Потому что двух убить танков одним выстрелом рядом стоящих с этой пушки было на раз просто. И ну, какой еще танк мог похвастаться вот такой вот артиллерийской пушкой? Никакой. Поэтому для пятого уровня это была просто сказка, а не машина. Удивительная. Но прошло какое-то время, и КВ-2 разрезали. Теперь он на шестом уровне. То все хорошее, что было. А тут осталось все плохое, что было. Сегодня у нас есть два орудия на выбор нормальных. Это шестиуровневая пушка. Ф-30. Она отличается тем, что у нее отвратительное бронепроявитие 120 разовый урон, хоть не самый маленький. Но зато самая маленькая точность, самая косая она, то бишь сводится долго. Скорострельность тоже у нее не предел. И опускается вниз на 7 пушка. То есть тоже не самый такой вариант. И честно говоря, смотрю я на все это, и как старый дед. Плакать хочется, потому что этот КВ по сравнению с тем, что был, просто пустое место. Рыцарь без мяча. И возможно это видео для некоторых странное, для тех, кто совсем недавно играет в игру. И вам хотелось бы узнать, а с этим это КВ что делать? С этим что делать КВ-1? Хочу сказать, что все танки 5 и 6 уровня способны фармить. Но на том КВ с одного боя нередкость была вывести 30 тысяч чистыми, без прям аккаунта. 30 тысяч серебра. Фармить на все, что угодно можно было на нем. Каждый знал, самый лучший танк для фарма это был КВ. То этот уже не самый лучший. Он просто танк. Никакой он необычный. Не необычный. Самый, что ни на есть рядовой. И, к сожалению, это так. Поэтому если все-таки вы предпочитаете именно советский тяж КВ-1 для фарма, то для вас пушка Ф-30 показана. Мне это все уже до лампочки. Не хочу я видеть все это несчастье. Мы сегодня будем ездить с пушкой У-11. Это хоть пушка, которую удовольствие приносит. Она гаубица, имеет возможность стрелять фугасами. 450 разовый урон, если пробьем 61 миллиметр. И 370 кумулятив. А с ними уже и удовольствие, и нагиб, и все возможно. Но, повторюсь, с этим уже не пофармишь. Это уже совсем не то. Что у нас есть из брони? У нас 110 миллиметров башни во всех проекциях. Полностью летая, одинаковая толщина со всех мест. Кроме пулемета, ослабленная зона броня. Броня корпуса у нас 115 миллиметров. Вот этот вот элемент на варной, на корпусе. Нижний бронелист 75. Верхний 75. Ослабленная зона щель, мехвод и пулемет опять же. 40 миллиметров полочка. Рикошетит так, что, скорее всего, отрикошетит, чем ее кто-нибудь пробьет. И броня борта 75. То есть на танке можно ездить, и как бы щит никто у него не обирал. Хоть он и не самый крепкий танк, но все же, хоть какая-то броня есть. Если еще и умело пользоваться, то будет отлично. Баки, ребята, это проблема у КВ. Баки находятся вот где башня начинается и где заканчивается. Вот весь борт в бензобаках. Поэтому огнетушитель возим обязательно. Двигатель находится сзади, как только заканчиваются баки. И БК находится в башне. Вот в таких вот виде двух дуговых элементов по борту, по задней части. Ну и под башней сразу у дна танка есть тоже боеукладка. Это все понятно. Чем он вообще сегодня-то отличается от тяжей? Ничем. Обычный танк. Он ничем ярко не выделяется в хорошую сторону. А в плохую, мне кажется, такого второго не найдешь. Триста... так, да-да. Триста десять, ребята, метров обзор. Это просто танк-крот. Он не видит никого. Поэтому хоть трубу, ну, надо на нее что-нибудь поставить обязательно. Да, и с трубой-то он, наверное, никого не увидит, кроме такого же КВ-1, такой без трубы. Поэтому плавно переходим к модулям. Выбираем приводонаводки и досылатель. И все, тут уже нам не поможет ничего. Экипаж качаем в ремонт. Ну, и к слову о стоимости снарядов для гаубицы. Четыре тысячи стоит каждый кумулятив. И двести пятьдесят семь стоит обычный фугас. Здесь все для вас известно. Ну, и что еще, кроме обзора у нас плохое? У нас довольно посредственная динамика. Десять и восемнадцать лошадиных сил на тонну. И скорость. Три-четыре максимальная. Вперед, десять назад. То есть, КВ-1 как был тугим, так и остался. Мало того, шестьсот сорок хп у него, это вообще меньше всех. Такие вот грустности. То есть, какой-то вывод перед тем, как смотреть все это в бою. Конечно, для тех, кто выбора не имеет никакого и любит советские танки, то фармить на нем возможно. Но, нам это все не интересно. Сегодня мы посмотрим бой для удовольствия. Бой с гаубицей. И надеюсь, он вам понравится. Бой у нас на карте Прохоровка. Ну, и пятого уровня бой. Почему пятого уровня? Дело в том, что сегодня КВ-1 попадает в бои шестого и седьмого еще уровня. Дополнение к пятому. И там уже от него удовольствия чуть. Кот наплакал. Даже с гаубицей. Особенно не говоря уже про пушку, стреляющую ББшками. Там вообще мы мало кого пробиваем из танков выше нас по уровню. И поэтому удовольствия и боя хорошего там вряд ли получится. Только если каким-то чудом все будут на нас ехать задом. Но такого в последнее время что-то я не видел в рандоме. Поэтому бой пятого уровня. Другое дело, что смотрите, сколько пятых уровней в команде врага. Снаряда в нашей по 12 с каждой стороны. И здесь мы играем с гаубицей. Боекомплект такой, что половина фугасов, половина кумулятивов. И разница в том, что выстрел фугаса 200 с лишним копеек. А выстрел кумулятивным снарядом 4000. Поэтому экономика следующая в голове должна быть у вас. В принципе, с прем-аккаунтом в этом бою в итогах мы в минус не уйдем. Но без према уйдем и в глубокий. Поэтому если у вас есть такое ощущение, что вы скорее всего промахнетесь. Больше половины вероятности, то промахиваетесь фугасом. Если мы кого-то пробить фугасом не можем, какого-нибудь тяжа, и он довольно близко, то кумулятивы это наш выбор. Такая простая стратегия, такая простая логика. И именно, обратите внимание еще к слову, на второй линии вся наша команда скопилась, и они рашат аллею, как обычно. Я им тут не товарищ в этом всем грязном деле. И занимаю деревню, потому что она крайне важна. Здесь нужно отконтролировать и горку. Один всего лишь средний танк поехал у нас на горку. И я еду ему оказывать суппорт. Но проблема в том, что заряжен кумулятив. Приготовился к Черчиллю, потому что у Черчилля лобовая броня фугасом моим не пробьется. Но что делать-то? Черчилля теперь нету, зато есть КВ-1. И я пытаюсь встать, чтобы нашу 3-4-ку спасти. И вот жалкая попытка стрельбы кумулятивом. Пушка крайне касаем. И удовольствие от промахов тоже, конечно, минимум. Особенно, если каждый промах 4 тысячи стоит. Поэтому еще вы, наверное, знаете, и не раз я вам рассказывал в видео, что скорость полета фугасов и кумулятивов разная. Кумулятив вообще долго летит, долго-долго. И иногда угадать траекторию... Нет, скажу не траекторию угадать, а рассчитать упреждения практически невозможно на движущихся целях. Вот, например, до этих СТ-шек 300 метров и невозможно попасть в кумулятивов. Поэтому даже можно оставить эту затею. Мало того, всех СТ-шек и ЛТ-шек 5-го уровня, в том числе фугасами, очень легко пробить. И тот же М7. К огромной радости КВ-1 ваншотится вполне себе удачно. Может быть, ну, если, конечно, повезут сразу муроном, который вылетит. Ваншотится на раз с КВ-1. И на М7 не раз я такое терпел, когда меня ваншотил КВ-1 фугаска. Потому что брони у СТ-шек 5-го уровня там практически нет. И очень легко пробиваются они фугасами. Кумулятивы, конечно, приготовлены только для здесь, для тяжей. Типа как КВ-1, которых у нас целых 5. У противника вы прекрасно видите. Вот отличный пример неплохого урона в 406. То, о чем я вам говорил. После таких цифр чувствуешь себя мужиком. Чувствуешь себя, что не зря заехал, не зря сел на танк. Уже можем кому-то ты, собственно, накинуть. Такое чувство не посещает меня, когда я езжу с пушкой F-30. Кумулятив раззаряжен. Необходимо выбрать неподвижную цель. Выбрал, отправил, попал. Теперь заряжаю фугас. М7 пробивается фугасом. Нужно только, чтобы он чуть помедленнее коней ехал. Помедленнее. Вот так вот. Но к моменту, как только мой снаряд в него влетал, там кто-то его еще куснул. И могучий 58 хп вместо 400 желаемых улетело. Двигаемся дальше. Что происходит у нас в игре? ЛТшки по-прежнему с начала игры у нас по базе ездят, колесят. Нашу французскую артиллерию уже слили давно. Ну, как вам размен? Он 122 мне с этой пушкой, я ему на 384. По-моему, по-честному все. Так и должно быть. В этом еще что-то осталось от грозного КВ. Но сейчас счет 9-8, еще все как бы особо не ясно. Наши, наконец-то, кинулись уже в турбораж по аллее. И вот в Альверин встретился. Я ему отправляю в борт башни кумулятив. Вполне мог бы изгодиться для этой цели фугас, но... Однако, в Альверин, в Альверину не товарищ и убивает наш в Альверин противника. Сейчас действую очень осторожно, потому что в меня так ни разу и не пальнуло М-37. И, возможно, для танка 5-го уровня, артиллерия 3-го, это не самая страшная смерть и угроза. Ну, так уж вышло. Артиллерии теперь я боюсь плотно. И прячусь за этими домиками. Активно здесь пока не действую. Хотя стоило бы, потому что, как покажет будущее, артиллерия в этом бою вообще беспокоить не собиралась. Пацифист какой-то. Вниз из-за кустов не вижу противника. И все-таки принимаю решение выехать и уже активно действовать. Вот у меня кумулятив наготове, КВ-1 наготове. Уходит снаряд, но в молоко. 4 тысячи, как с кустом. По итогам этого боя, забегу вперед, скажу вам, что как раз и была достигнута та отличная сумма по серебру, которую я вам и говорил. Даже без према каунта. Но с таким ассортиментом снарядов все это утянуло в минус без према всю экономику боя. Поэтому, конечно, о таком варианте можно говорить, играя вот с таким боекомплектом и с таким орудием. Только когда у вас с серебром все налажено. Иначе использовать только фугасы. Но фугасы не круто. Круто кумулятив. Вот сайт КВ-1 улетел у него фугас с промахом. Сразу заряжаю кумулятив. И сейчас будет совсем другая история. Вот это я люблю. 300. То, что доктор прописал. Ну вот, такой вот незамысловатый бой, демонстрирующий отличный урон фугаски. Отличный урон кумулятивов. И все то, о чем вы и так уже, наверное, без меня сто раз уже слышали и знаете. Поэтому, подведя какой-то вывод, конечно, КВ-1 совсем не торт, что был. Но за неимением лучшего вполне вероятно, что он будет каким-то, может быть, вашим любимым танком для фарма. Другое дело, что с таким пробитием наносить урон сложновато будет противникам. И поэтому это вот слабое его качество. Поэтому, возможно, предпочесть КВ-1 любой другой танк. Тот же, например, французский, либо Т-1 Heavy. Кто знает. Но это вам уже решать, потому что вам нужно обязательно выбрать для себя какой-то подходящий танк по классу. На этом у меня все. С КВ-1, наконец-то, тема закрыта. И это здорово. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И удачи вам в боях. Пока-пока. Пока-пока.